Мы приехали в Москва в Сити. Лёха, что с тобой люди фоткаются, скажи. Я извиняюсь, можно фотографировать. Фотографироваться? Царапай, царапай. Смелее. Вот смотри, я конкретно беру и вот так вот делаю. Всем здорова. Сегодня у нас крайний день на Пангане. Мы в замечательном лофте у Олега. А как твой канал называется? Мой канал реалити-шоу «Землянин». А реалити-шоу «Землянин» уже у тебя называется? Да, у меня несколько каналов. В общем, партнер сегодняшнего выпуска у нас, ну, один из крупнейших холдингов России. Даже как-то гордость нас взяла, что у нас такие люди размещаются. Холдинг называется 1С. Конкретный продукт называется 1С Фрэш. Он позволяет работать во всех программах 1С удаленно. Это очень удобно для стартаперов, хипстеров и таких вот... Ну, люди, которые нифига не делают, короче, вот играют в Sony PlayStation. Очень удобная штука. Самое главное, что первое, она не требует вложений, то есть вам не надо покупать какие-то сервера, не надо какие-то лицензии, не надо покупать никакие коробки, как это было где-то раньше. Второе, он позволяет полностью всем сотрудникам работать удаленно. Ну, например, вот в таких условиях. Вообще не проблема. И третье, то, что это полный контроль для руководителя. А я на самом деле бы вот не то, чтобы эти три преимущества выделил, а себя бы добавил, что самая главная фишка вот фрэша, я вот включил немножко сайт, что ничего не нужно сложно интегрировать между собой. То есть заранее уже все сделано как угла, то есть, да, только 1С, как бы вся линейка. СРМ-ка есть? Как бы есть. Это есть, есть. Даже какие-то виджеты там есть, да? Вот, поэтому под видео будет ссылка. Соответственно, кто занимается бизнесом, регистрируйтесь. Там удвоенный период будет, 30 дней бесплатный, если скажете, что от Руслана. Вот, ссылка будет под видео. Ну, а вы дальше смотрите ролик. Ну, вот так, собственно, выглядит сайт. У меня очень долгое время было, ну, в моей семье в том числе убеждение, что чтобы зарабатывать деньги, делать бизнес и вообще что-то сделать в этой жизни, ты должен много работать. Вот, по прошествии 30 лет я считаю, что это не так. Работать нужно не то, чтобы много, и не то, чтобы головой. Просто по-другому. Решение всегда на расстоянии вытянутой руки вообще находится. Поэтому просто пошарьте вокруг себя в метр или хотя бы фрэш себе установите. Пока. Всем привет. Сегодня, парни, мы едем. Водитель появился, по-моему. Экскурсовый, водитель экскурсовый. Мы приехали в Москва-Сити. Поступил звонок из издательства АСТ по поводу нашей книги. Подробностей сильно пока нет. Поэтому мы приедем на место. Нас сейчас там встретит Алексей Гаврилов, мужчина такой наш знакомый. Тоже познакомились недавно. И сказал, что нас ждет что-то интересное, но что мы не знаем. Вот, поэтому сейчас прогуляемся, посмотрим, что скажут на книгу. Мы на самом деле не писатели, но посмотрим. Так, друзья, мы идем по Афимолу. Ром, скажи, как мы попали с Букстартером? В смысле по поводу книг? Короче, ребята, нам книга в производстве стала дороже, чем мы на нее как бы собрали денег. То есть мы даже не по себе стоимости. Там просто кто-то что-то говорил, что сильно дорога книга по две тысячи, но то, что она как раз вот черная, то, что 450 страниц тоже сохранили идею и вот небольшой тираж относительно, она стала по две, да? Руслана любимого число 111 книг будет. А, 111. Прикольно, прикольно. Кстати, мужики, у нас... А, вот здесь Мартунюк сидит. У нас появилась теория, что чем выше ты живешь от земли, тем тебе хреновей. Как мы к этому пришли вообще? Давид говорил, что после сетного этажа... Дрома, сейчас звук не слышно. Соприкосновение с землей теряется. Да, я причем заметил, ты когда живешь в доме, который одна и двухэтажный, чувствуешь себя лучше, чем в высоком. Я вот здесь был как-то у Владимира Маховикова, который нам, кстати, рисунки книги делал тоже. Прикольный рисунок. Я вот вообще в этом здании чувствую себя не по себе. Люди, когда в самолете, чувствуют себя тоже не по себе. И, короче, попробуйте пожить ближе к земле. Но это, кстати, мы вычитали в одной книжке, которую я уже устал с этим рассказывать. Не наша. О, здорово. Это Алексей Гаврилов. Чем он занимается, я не знаю. Думаю, сейчас сам расскажет. Многим занимаюсь. Занимаюсь медиабизнесом. Вообще просто я дружу с очень многими талантливыми людьми и помогаю им воплощать разные таланты. А с кем ты дружишь? Например, вот один талантливый человек. Например, Алексей работает с Пашей Воли. Ты делаешь продукт Силы Воли, да? Ну, Силы Воли в том числе, да, я Павлу помогаю в разных процессах. Открываем Силы Воли Шок и другие разные проекты. С Лешей Навасовым работает концертный ректор Хамедр Клаб и создаем с ними огромное... Капец. Большое... Вот, Алеша нам написал в личку. Мы что-то так проигнорировали, а потом встретил на Пангане. Короче, чудом это все сейчас произошло. Сегодня у нас какая задача? Понять, мы идем в СТ. Сейчас задача очень простая. Мы принимаемся на 15-й этаж Пашни Империи. Какие новости? Подписываем договор с компанией СТ, крупнейшей издатель в России, на выпуск книги Руслан Татанашвили. Все в своих руках. Минимум, какое у нас количество экземпляров выходит? Давай они спросим. Да, и сейчас мы, собственно, все будем спрашивать. Вот так вот. Так, нам нужно купить? Нам, пожалуйста. Ну, я так понимаю, что логически я с вами не буду спрашивать. Ага. Ну, в деклар. Слушай, рассказывай давай, что ты заводишь. Сейчас ты как-то катился до такого, что мой Афлайстеды. Задача? Главное, коммуникация. В жизни. Главное, дружба, коммуникация и поддержка других людей. Абрамович сказал, я, говорит, вообще не понимаю, что людей. Ну, что-то мучиться, если самый главный спирт просто в общении. В общении, да. В лучшее количество раз, сколько ты общался, все. Ну, знаешь, общение в качественном, честном и эффективном общении. Потому что можно просто проболтать. Вот так много лет и не о чем. А можно как, знаешь, создатели бренда Санител. Знаешь, да, вот это? Нет, не слышал. Вот эти птические средства. Собрались два друга. У одного был полуразрушенный завод по производству хлопка, а у другого полуразрушенный завод по производству спирта. Заводы были банкротны на тот момент. Они не знали, что делать вообще. Они собрались три ночи. Они работали над тем, над нишей, как соединить два убыточных предприятия. Вот. В итоге они проанализировали весь рынок и поняли, что рынок вот этих всех средств, вот гигиены, вообще никак не развит. И они поняли, что если соединить хлопок и спирт, получится некая густая масса в виде геля. Да. Вложили, они в это вот все вложили, если они ошибаюсь, пятьдесят тысяч долларов сделали вот этот первый образец, поставили его, партикивали, вызвали фурор. Они восстановили один свой завод, второй свой завод, в общем, но еще совместно производство организовать. За три ночи все. Не общались 15 лет, да? Слушай, заметил, мы сегодня с Серегой с утра прикольную тему обсуждали. Твиттер. Сделал ограничение, убрал все лишнее, больше 120 символов нельзя, пошел. Инстаграм убрал все лишнее, ставил фоточки, пошел. iPod убрал лишние кнопки с флеера, пошел. iPhone убрали лишние кнопки, пошел. Что это такое? Понимаешь, то есть если ты что-то берешь и выкидываешь, основную его суть, остается нечто, остается, что является простота, которая очень быстро распространяет. Аудиосообщение. Аудиосообщение, это вообще просто смерть смерти, просто не интернет трафика. Здравствуйте. 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 Проходите, в подробности. В прикладную заходим. В прикладную литературу. В прикладной бизнес заходим. В прикладную литературу. В прикладную литературу. В крысо. У тебя тут. В стюджер. О, это я. Давай разу, сходи. В дизям, лилик, ты же помнишь? Давай. Ну вот, мы в издательстве АСТ. Тут огромное количество людей, талантливых, молодых, красивых. Ну а что, вы поспасите зря с этим, что ли? Ну а АСТ, понятно, так. Вот Женя Ларина. Топ-два, да? Он вообще стесняется сниматься. Это главный редактор редакции «Времена». Мы же вообще не писатели. Нам надо понять, вот у нас есть люди, которые, да, как бы эти книги, там уже люди многими помогли своим выпуском. Просто дайте от себя какой-то отзыв, понравилось, не понравилось. Ну, от лица как бы издательского схолдинга АСТ-Эксмог, который является крупнейшим в России и входит в пятерку в Европе, соответственно, можем сказать, что данная книга представляет собой совершенно великолепный образец литературы по саморазвитию, бизнес-литературы. И мало того, получается, что эта книга охватывает сразу несколько направлений. И она построена так, как, в общем-то, мы просили и ждали очень от многих авторов. То есть она построена в совершенно современном новом ключе, информацией поданной именно так, как сейчас это и нужно современному читателю. К сожалению, у нас в сравнении таких книг до этого никто не делал. И это очень жалко. Но, слава богу, наконец-то появился замечательный такой автор, и что значит, он не писатель. В этом направлении, к рекламной литературе, практически все бестселлеры сделаны именно не писателем. Это же художественная книга. Поэтому здесь основное, это энергетика правильная, которую книга содержит. Это правильный посыл, это правильные слова. И самое главное, что правильное ликитирование. То есть замечательно, что издатель этого слоя очень удобно, что автор фактически не только сделал текст, он сделал саму книгу. То есть там все сделано руками автора. И совершенно прекрасно, я думаю, что читатели это очень интересные. У нас есть две фишечки такие из немногих. Первое, что книгу вообще нельзя читать до 30 лет. Короче, это маркетинг. Слава богу, что я могу прочитать. Да, да, да. А второе, что мы хотим, чтобы каждую книгу прочитало тысяча человек. И первый, кто ее берет, соответственно, в руки, он подписывает свое имя, свой аккаунт в соц.сети. И когда ты прочитал, ты обязан книгу в течение 2400 часов передать. И все люди, вот они добавят в те соц.сети, друзья. И, грубо говоря, вот некое такое сообщество будет, даже с которым можно будет общаться. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас давайте на Гамору перейдем. Ага. Ребята, так что у меня два шока было по поводу издательского рынка. Первый шок у меня, когда говорил Тинькофф, что на самом деле это все не так просто. А потом меня удивляет то, что, кажется, любой человек вот так может просто написать книгу. Если она представляет для себя какую-то ценность, то это вполне все реально, то есть, ну, поддержит и так далее. И все, как Леша говорил. Ну, короче, если вы... В общем, эта книга доказывает принцип, что действительно все в твоих руках. Если ты хочешь, то все в твоих руках будет написано. Да, да, да. Вот. Так, ну все, мы тогда подпишем. Да, и проводите. Спасибо. Короче, мы пристаем к людям. Читали, правда, книгу? Я ее просмотрела. У меня 30 лет, правда, я нарушила закон, но... Ну, то есть, я до конца прочитала просто, да? Я ее так пролистал, пролистал и оставила напоследок. Я хочу в бумажном виде это все сделать. Я хочу запустить цепь эту тысячу человек собрать. Прикольно. Слушай, а если вот, ну, понятно, что мы подписываем договоры тренирования, чем книга понравилась? Да, она рвет мозг просто. Там с первой фразы ты не хочешь, может быть, читать, но ты ее прочитаешь, потому что ты не можешь оторваться. Просто бам и все, бам и все. Спасибо большое. Очень благодарна вам. Супер. Илеша, благодарна. Очень редко такое бывает, что человек напишет хорошее. Приходится дорабатывать. Тут ничего не нужно делать, просто печатай. Спасибо. Короче, по-тихому секрету, по-тихому секрету. А Эстэ сколько в год книг выпускает? Ну, много. 800, да, по-моему? Ну, побольше. Вот. И есть некая гипотеза, что, короче, наша книга войдет в топ-20 книг года от издательства Эстэ. Но это я вам не говорил. Да, ее ждали 15 лет. Вот смотри, Робин Шарма. Это тоже я вам не говорил. Робин Шарма, то есть это прикольно все есть. Ну, тут все топовое, я думаю, опускается. Счастливо. Доброе. Да, спасибо. Ну, я хочу вас любить еще. Можете так. Спасибо, до свидания. Спасибо вам. Всюду, до свидания. До свидания. До свидания, да. Спасибо. Спасибо. В принципе, вот такой небольшой договор. Сколько ты ждал, когда я только к нему выпустил? Это правда, что ты отчаялся? Я уже отчаялся, потому что, ну, мы, я понял, что мы выпустим, наверное, «Бумстартер», и вот по себестоимости она ровно так и стала. Даже по мягкой обложке еще. А я думал, все, уже мне руки опустил. Ну, я хотел издатель где-то, но ничего не получилось с первым издательством, поэтому, потому что если бы не ты, ничего бы не было. Нет, на самом деле, если бы не твоя книга, потому что, когда я начал ее читать, я знаю книшу Зейди, на которой двигал «Бумстартер» активно. Ага. Вот. И я увидел эту книгу сначала там, начал читать, мне понравилось, я прям думаю, «Вау, это круто, это же наши покажения». Ага, получается, все равно «Бумстартер», это тоже часть пути, на самом деле. Да, это часть… То есть если бы не было «Бумстартер», ничего бы не было? Да, да, да. Я увидел там, прочитал, я понял, что это вот по мне вызвало потому что мы с тобой там с одного поколения. И думаю, так, отлично, у меня есть АСТ, у Руслана есть книга. Значит, у Руслана книга будет АСТ. Но я решил все за Руслана. Я даже с ним не советую. Я пришел сначала, продал уже книгу, рассказал, что есть Руслан. А уже потом уже начал находить Руслана. И я просто знал, что я его найду. И когда я узнал, что он на Пангане, а я тоже был на Пангане. Первый, нет? Нет, не первый. Первый. Это первый? В общем, путь был долгий, но не такой тернистый. Короче, вообще никакого значения не имеет, откуда ты вышел. И вот эта вся теория, чем страннее детство у тебя было, мне кажется, тем проще потом будет. Кто вот думал, что так можно просто написать книгу, да, и выпустит? Вот договор издательства, АСТ, номер один или два в России, да? Поэтому вот есть эта теория, что твоя способность выстраивать отношения, она сильно зависит от перемещения географии. Вот, допустим, так ты постоянно, ты же постоянно тоже переезжаешь? Тебе желаем. Да? Единственное, один год жил. Все, ты уехал из города, ты потерял все связи, тебе надо заново их восстанавливать. Абрамович сказал весь секрет успеха в общении, а этот сказал Усманов, основатель моего группы, типа, искусство знаний человеческой природы. Получается, нет никакого лидерства, нет ничего, просто умение, способность общаться с другим человеком, это так тупо звучит. Ну да, ну и плюс в том, что ты постоянно учишься выстраивать отношения с людьми, то есть постоянно новые люди в радиусе у тебя, и ты постоянно взаимодействуешь, и вот опыт принимаешь. Лёха, Лёха, а ты можешь просто идти вот так вдоль? Можешь идти как Путин вдоль, такой грустный? Лёха, чувствую, люди фоткаются, скажи. Я извиняюсь, можно фотографироваться. Фотографироваться? Да. Что ты делаешь, Лёха, скажи, мы что-то не знаем или что? Чем ты занимаешься? Криминалом, похоже, занимается? Скажите, а мужчина что это делает? Как упорнится. Серьезно? Спасибо. Пожалуйста, Лёха. Не так тёп, что ли, на росте? Да. А ты здесь снимал? Ты не знаешь, ты не смотришь телек? Ребят? Подожди. Правда? Ты чё, не знал, что ли? Вы не верят? Я же тебе говорил. Я просто ещё снимаюсь в кино. Он телевизор просто не смотрит. Я снимаюсь в кино. Я играю там на канале ДНТ, сыграл несколько главных ролей. В кино снимаюсь. Вот так. Что-то я, по-моему, сегодня у меня... Я узнаю, что у меня новый сериал дома, по-моему. Лёша, ну, короче, обязанный перед тобой, да? Я не обязанный. Скажи, чем ты занимаешься и под кем вопросом люди тебе могут писать? Ну, одно, у меня несколько компаний, несколько рекламных агентств. Одно агентство занимается, это спецпроекты на каналах ТНТ. Ну, вообще на всех каналах Газпром Медиа, Газпром Диджитал. Ну, это такие большие, серьёзные рекламные пакеты на большие деньги. Это сколько большие? Ну, большие... Миллионы рублей? Ну, миллионы рублей, да, обычно. Это спонсорские интеграции в те или иные передачи или шоу. Мы интегрируем продукты. Все, что ТНТ, СТС это, да? Ну, нет, это всё, что принадлежит Газпром Медиа, Газпром Диджитал. Вот на этих площадках мы здесь посидимаемся. Это одно направление. Второе направление – это интеллектуальные, креативные решения для развития вашего бизнеса. Ну, например, вы что-то сделали, у вас есть завод, вы его построили, вложили очень-очень-очень много денег, вот, и дальше у вас деньги закончились, и дальше вы ищете, как бы продать этот завод, или как бы его модернизировать, или как бы что-то добавить, или исправить. А может быть, мы приходим и говорим, слушай, да не нужен тебе этот завод вообще, давай в этом заводе сделаем художественную галерею, там будут художники современного искусства, например, да? И не меняем прям мозги людям, и люди немножко по-другому смотрят на свои активы, на свои продукты, да? И тем самым получается что-то новое, что-то интересное, доселе может быть неизведанное для этого человека, но открывает другой класс, другую нишу. Ну, один из примеров, там, кейса приведу. У меня знакомый обратился на коттеджный поселок в двух километрах от Москвы на Горная-2, вообще не продавался в кризисе. Вот, он не знал, что делать, полили огромный бюджет на рекламу, там, от 600 тысяч до 2 миллионов доходило, да, в месяц. Вот. Ну, пришли, наши команды проанализировали, сделали аудит, что правильно, что неправильно, как продается. Просто, ну, мы приехали в поселок, мы жили в этом поселке, узнали все об этом поселке, о жителях, о домах, о том, как строится реклама в интернете. Пришли и сказали, вот это все неправильно, мы хотим сделать вот так. Бюджет вот такой и сократили бюджет 2,5 раза. За 5 месяцев, за 6 месяцев мы компанией сделали 287 миллионов рублей выручки в кризис, продали 6 домов и 6 домов. Мы до этого встречались еще на Арбате, я так понимаю, да, вот в ресторане? Да, да, в Тарантино. Короче, суть в том, что я понял, что может сделать Леша, он может взять любой ваш продукт, если у вас более-менее есть там выручка, прибыль, да, какая-то, интегрировать этот продукт в звезду или в окружение звезды. Ну, это одно из направлений, да. Эта платформа называется ambassadorsstart.com, это несколько рекламных агентств, мы послы звезд. Ну, короче, мы еще назвали разные известные фамилии, из них можно интегрироваться, а кто конкретно, пишите, Леша. Да, заходите на ambassadorsstart.com или пишите мне на LEMAR Креатив. Слушай, вот этот проект человека такого на букву К, который еще Моряба разделил, его нельзя рассказать тоже? Какой Моряба разделил, который? Который, это, который пока не надо. Нет, пока не надо. Пока не надо. Мы потом будем делать информационные такие выпуски по факту совершенных проектов. Да, короче, смотри, если тебе нужно где-то, что там светить, ты всегда к нам обращайся. Рома, я, Серега, то есть любой человек, мы всегда тебе поможем, очень благодарны. Хорошо, спасибо вам. Ну, просто кирпец, спасибо. Спасибо. Я не знаю, пожелай что-нибудь россиянам. Россиян. Ну, вообще, ты можешь даже не в плане предпринимательства, а вот просто какой-то такой посыл. Чем мне откликается то, что делает Руслан? Потому что он на самом деле не бизнесмен, не маркетолог, он просто человек. Он просто человек, который что-то делает своим трудом, пытается помочь людям, пытается где-то помочь себе и постоянно себя самообразовывать. Я такой же человек, я не закончил до Гавродов, каких-то школ по бизнесу, еще что-то. Мы просто обычные парни. Он из деревни. Я, наверное, родился на Урале, потом переехал жить в Тайгу, потом я жил в Крыму, потом я переехал в Москву, и когда мы приезжали в Москву, у нас было всего лишь 4 чемодана вещей. Но мне нравилось заниматься всегда какими-то интересными проектами, мне нравилось общаться с людьми. Это самое ценное и важное. Общайтесь с людьми, будьте добрыми, доброжелательными, искренними, честными по отношению к себе, к людям. Не обманывайте и вместе создавайте огромное количество продуктов, идей. Я бы добавил, да, продукты, идеи. Вот вчера мы с Серегой тоже разговаривали. Что на самом деле нас окружает? Нас окружают те вещи, которые мы считаем классными. Ну вот реально, айфоны, ну классный же продукт. Все, практически монополизировали. Как бы там Samsung ничего не пытался. Машины есть классные, здания эти классные. Практически сейчас нет никакого смысла делать что-то на тройку или четверку. Просто делай на пятерку, доверок не придется переделывать. И самое главное, клиенты всегда возвращаются и рассказывают. И вот сколько корреляций никаких не делали, почему компании банкротятся там или что-то. Очень просто все. То есть у любого продукта есть стадия рождения, все, что родилось, иногда часто, вернее, всегда умирает. Просто ты либо что-то рождаешь, что-то новое, или ты останавливаешься дальше. И упрощаете все процессы и минимизируете расходы. Прям вот если вы упрощаете все, то вы автоматически все уже минимизируете, ваша расходная часть. Вот по поводу расходов, что мне нравится тоже вчера мы помнишь, что бизнес, короче, это тачка. И у нас в России любят сначала тачку, кузов сделать, короче, молдинги сделали, там все, надписи сделали, потом ключ поворачивает, а двигателя нет. А двигатель это продажи, где-то там маркинг рядом, да? И поэтому занимайтесь прежде всего с двигателя, и потом уже, ну, мне кажется, все остальное проще. На кузовщину поменьше внимания. Спасибо, Алю. Все. Погнали. Короче, у меня был айфон 6s, причем купленный в кредит и застрахованный в ВТБ, он у меня реально был застрахованный в ВТБ, хоть для того, что мне нового возвращает. Да, да, вот было так разбито, реально. И смотрите, что произошло. Ты подошел ко мне на БМ, да? На БМ, да. И у меня был вариант полностью восстановить айфон, вот за счет страховки. Но почему я не поехал в ВТБ восстанавливать телефон? Потому что ты тратишь свое время, а если ты руководитель, время твое стоит очень дорого. Вы реально выезжаете? Да, да, мы реально выезжаем, мы реально делаем на место. Руководители беспробно. Ну, у любых людей есть заказ, и мы выезжаем на место и монтируем любые виды сложного ремонта. У нас здесь с собой фены, нефены, там все оборудование с собой. Офигеть. Офигеть. Ну, расскажи что-нибудь про себя. Коротко, в двух словах. Нищаев Константин, основатель компании 911. По образованию врача. Почему 911? У нас компания помогает людям, реально помогаем людям. Цель строить медицинские центры, крупные лечебно-профилактические. Сейчас тренируемся на словных связях и на всем остальном. Есть i911 Digital. Глубоковато. А? Глубоковато. Да, i911 Digital и i911 Education и еще развиваем i911 Медицин. Сейчас помогаем людям. Что такое i911? Мы вакцинируем людей от ошибок. Во-первых, кроме того, чтобы люди не разбивали, мы проводим профилактику. Мы объясняем, как не пить. Что нужно? Это стоит, допустим, покрытие, оно стоит 2000 рублей. Есть защитные стекла, которые стоят 300 рублей. Ну, они и так, что-то... Да. Можно их, мы их тоже продаем. Человек просто, это не видно совершенно. Это эстетически просто уникально. Вот здесь нету ничего, да, сейчас? Есть, все уже нанесено. Может, ключами, кстати, реально попробуй. Вот на ключ. Я на своем. Попробуй. Вот, смотри. С7, вот. Прямо вообще, как понятно. С7H. Вот, С7H. Вот, на, царапай его своей рукой. Вот, бери. Это в превью, можно, ролик, который вчера ездили, куда мы все снимаем. Царапай, царапай. Смелее. Что-то, 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 что-то это... Прямо вот так не могу. Вот, смотри, вот, я конкретно беру и вот так вот делаю. Реально, у меня рука тяжелая. Плотность такая. А, это диоксид титана и диоксид силикона. А, это даже не стекло даже. Это нет, это специальный состав, который делает возможным, чтобы, ну, просто, ты когда даже падаешь, это 9H плюс защита. У обычных стекол фирменных 9H. Те, которые ставят большинство людей, ну, большинство людей в салонах связи, это китайские стекла более дешевые, они не имеют защиты 9H. Не, вот эта тема, почему я, я никогда бы все равно не одел бы пленку, даже если разбивался бы, все равно не одел бы то, что выглядит. Она напрягает. Мне не нравится, особенно неудачно на шестерке. Она, как бы, ну, край такой. Да, но уже есть новые пленки, которых вообще не видно. Короче, я понял, ты, короче, Apple в сфере медицины. Медицины. Ты лечишь, как я понимаю, айфоны, здоровье, а потом, наверное, душу еще больше. А мы education, да, для того, чтобы, основная задача наша, научить людей не делать ошибки. Мы тот опыт, который имеем, и тот опыт, который наши друзья, вот на семинаре, это очень крутые данные давал, когда в БМ. Почему? Слушай, расскажи, вот как не делать ошибки. Да, очень просто, а что не делать ошибки? Просто смотреть, как это устроено в природе. Ну, опять же, слава Руслана. Почему абрикос, все животные знают про абрикос, где он растет, что он вкусный, и почему он интуитивно уплевывает косточку? Потому что есть естественные законы природы, которые, ну, их просто не нарушает все. Основная задача, не нарушая естественные законы. Я даже добавлю еще. Знание своих границ и сила. То есть, если ты знаешь предел твоей скорости, если ты знаешь предел твоей длины, твоего бега, если ты знаешь предел своего здоровья, питания, вот этого всего и мышц, то опасности не будет. Мне кажется, люди как раз умирают, потому что они не чувствуют, не знают, где его предел, и бац, в конце все. Как правило, наши исследования, наш опыт что доказывает? Что человек, он вообще, его силы безграничны, но как правило, он сгорает и ломается, погибает, когда рядом с ним находится какая-то гнида или общество, когда он находится не в том обществе, когда ему мешает кто-то, то есть реально, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если окружение человека реально здоровое и правильное, он вообще бог, а если рядом с ним, извините, гандоны, то, соответственно, он, если он нормальный сам человек, то его просто сломает, он не сможет стать гандоном, он просто сломается и быстрее потухнет, как свечка. Согласен, спасибо большое. Слушай, а сколько вот это покрытие само стоит? На два телефона три рубля оно стоит, розница. Это ни о чем по сравнению. Цена и ценность, это реально... Слушай, раз пришел, скажи какой-нибудь call to action, я не знаю, для наших. Ну, те, кто на ютубе, просто у кого-то сломано, у кого-то, допустим, покоться на айфоны. Что можешь предложить? Можем предложить что? Можем защитить, то есть приходите, защищаем на ваш бюджет, это может быть от защитной пленки 100 рублей стоит, до полноценной космической защиты за 2000 рублей, да? И мы сделаем так, что вам не будет, ну, скажем так, как для своих. Мы делаем это как для своих, как для себя. Мы сделаем это качественно. Вы приходите, вот ценность будет максимальная, цена будет минимальная. Что я вижу, да? Да. Слушай, мне вообще кажется, что я бы у вас покупал айфон и сразу с этим покрытием. Да, мы и так сейчас... В принципе, это получается, если клиент за, мы как услугу готовы делать покрытие уже сразу. Айфон покрытие. Это офигенный колд. При прочих равных ты по-любому выберешь этот, да. Да, да, да. Сколько вот это стоит? Обычно поменять. Обычно стоит 25 тысяч. Я думаю, колд-экшенов не надо больше. Еще поменять на 25. Дело в том, что его сейчас бить не надо, потому что мы его заберем, его реально можно сдавать, там сколько он стоит, порядка битой дисплея, тоже такой, как инсайт, инсайт конкретный. Ребят, если, ну, прям, меня все ремонтники возненавидят. Ты собирают просто так? Да, меня сейчас возненавидят все ремонтники, но фишка такая, что вот эти дисплеи, если вам меняют дисплей, нет, нет, давайте его ремонтнику. Почему? Потому что этот дисплей можно сдать за 7 тысяч рублей, правильно? Огроменец. Этот, давай вот это в превью сделаем. Я себе тебя и в ремонтнике, дорогие, не убью. Да, мне вообще похер. Спасибо, огромные мужики. Пожалуйста. Так, фото на память. Давай. У нас есть... У нас есть чувство цоловьё будет кататься. Не, я тоже научилась, Ирус. Давай. Это по-брански машинка. Где вас будет? Серьезно, ну ты вставай, я на ней буду. Давай. 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 Ну, вставай, просто дай. Война. Такое холодно будет. Тихонечко, наверное. И сейчас вот так, как педали на машине, еще где-то, да? Пуловище пусть держится на одном уровне. А мышечка там запускается? А мышечку сейчас поставим. Давайте поставим. Тестовая тема, типа, чуваков сгоняйте в одно место. Можно даже без вендоса. Приходите в одно место, будем тренироваться. Давай. На месте у вас просто пять скутеров. Ну, вот как они называют? Ну, гироскутеры, да. Да, гироскутеры. И пять штук там, толпа, допустим, 30 человек все чуть-чуть поучились. А кто-то сразу раз и следует. Там просто понять конверсию. Даже если она будет плохая, все равно ее можно допилить. А там в процессе и это прям конкретный канал. А сам тебе надо... По блютусу? Да, да. Я имею в виду, чтобы она не... Ну, скажи, что начините, что надо раздражать? Что, на секунду строим? Мы тоже вела, там, думали. Да, да. Вот такое движение. Когда вы проводите? Когда проводите? Ну, если планировали на этих выходных, но походу не очень. Чтобы солнце светило. А, людям приятнее, парень, ходить, ходить, когда солнце светит. Блин, ну, с этого там начали. Ну, наверное, так прикольно. Сейчас лето. То, что самое, все было, да. Все, теперь можем второй раз здороваться. Здорово. Расскажи. Садись. В общем, Артур решился идти с ума. И сказал, что сотрудникам пол-бэк-ханта для повышения продаж и, как сказать, для улучшения лимфатических процессов. А что ты сегодня будешь делать? И скажи. Мы сегодня сделаем все, чем мы восстановим наших сотрудников, чтобы они работали. Мы дадим тонуса, энергию, восстановим нервную систему. Все серьезно. Массаж как искусство. Капец. Чем реально отличается душевный массажист от секретных умений? Это вот то, из-за чего мы открыли канал души. И специально из-за этого, для того, чтобы можно было определить хралатана, что это есть хралатана, да, который портит репутацию массажистов. То есть душевные массажисты, которые работают от души, они работают на результаты. А если, которые работают на день, мы работаем на результаты, как отличить? Как отличить? Сложно очень, очень сложно отличить, потому что рассказывают они очень грамотно. Изначально, вот есть несколько моментов, которые интересные. Когда ты звонишь массажисту и говоришь ему о своих проблемах, то он часто тебе назначает курсы. Человек должен тебя видеть. Я никогда не назначаю ничего, никогда ничего не обещаю, там, знаешь, вот будет вот так, вот так ты только начни ходить. А та техника, которую ты используешь, что за техника и в чем особенность? То, что мы сейчас будем делать ребятам, да, для того, чтобы восстановить их, это техника, это восточная техника, мало кто ее знает, мало кто ее знает. Она вообще делается, вот допустим, если ты спортсмен, тренируешься, она делается до тренировки, она делается после тренировки. То есть до тренировки она тебя подготовит, после тренировки она тебя расслабит. То есть этот массаж адаптирован и предназначен для того, чтобы привести тебя в порядок, то есть в каком бы состоянии не был, грустный, там все, она как есть равновесие, она уравновешивая, этот массаж у тебя приводит в порядок. Голову усил и расслабился, расслабился. Все. Я сейчас начинаю с тобой работать и я буду поднимать тебе руку. И если я это делаю, то это делаю я. Сам ты этого не делаешь. Я тебе буду делать и зло, и когда тебе будет больно, ты будешь делать выдох. Но больно знаешь, как чтобы ты чуть-чуть потерпи, так чтобы мы потянули, и делаешь выдох. Не доводи до того, чтобы тебе сильно больно было. Не терпи сильно. Вот видишь, я опускаю, и все, и мы продолжаем в том же духе. В том же духе. Это тебя выбравит. Это настроит тебя на день. Даст тебе энергию. А в конце дня отключить тебя. Это делаю я. Постарайся расслабиться. Голову упустил, глаза закрыли. И в таком духе мы и продолжим. Это будет недолго. Хорошо. Давайте я взял один долг. Вдох. Вдох. Ты envolишь? Да ладно? Все, тормозит тебя. Какое впечатление. Пойди тебя нет? Подделялся? Да, да, да. Ну, я говорил впечатление и хотел Бизартура сказать. Бизартура, да. Короче, продукт – это когда ты ожидаешь, получить одно, получаешь не то, что лучше, а получаешь другое. Я ждал массажа, а то, что ты делал, я даже не знаю, что это. У меня нет ощущения, что ты промял мышцы, но ощущение, что костяные вот эти херни какие-то, они прям это, ну, я почувствовал свободу. В общем, под видосом будет ссылка. Все команды, LP-генератор, Amaseraem, Basium, Synergy, все наши друзья, кто сейчас смотрит этот видос, или кто вообще занимается бизнесом, бизнес-молодость, лайк, я не знаю, кто угодно. Вы можете, соответственно, под этим видосом написать Артуру. Вот, может быть, даже по поводу этой вещи, то, что можно в офис заказать, можно куда-то съездить. Ну и вообще-то какое-то интересное, странное. Я тебя очень мало знаю, но ты мне написал одно сообщение, после которого я говорю, да, окей, давай. И все это сорганизовалось, мутно, что-то еще в суете. Ты еще приезжал в два раза, поэтому спасибо тебе огромное, Артур. Спасибо. Спасибо.